А что с автобусами? Но у Мурингоя пассажиры общественного транспорта негодуют. Своё недовольство пишут в интернете и оставляют на нашем сайте. Основная претензия горожан – маршруты едут не по расписанию. Приходится ждать до 50 минут. Так ли всё плохо? Мы отправили коллег на остановку. Привет, Мупату, от жителей микрорайона Строителей. Вопрос. Вы забыли про маршрут 25? В городе у многих нет машины. Людям надо добираться до больницы, работать с детьми к детским садам. Промежутки между автобусами огромные, не только выходные и летом. Автобусы приходится ждать от 20 до 40 минут. Некоторые вообще не доезжают. Но на самом деле такие приветы передают не только жители микрорайона Строителей. В соцсетях можно встретить много подобных сообщений. Я лично тоже люблю кататься на автобусе. И по своему опыту скажу, что некоторые маршруты мне приходится ждать и по 30 минут. И, к сожалению, не всегда расписание автобусов, маршрутов соответствует тем, что заданы на сайте. Сейчас предлагаю проверить хотя бы расписание 25 маршрута. Итак, заходим на сайт Мупата. Ну, путеводители в интернете мне не нужны, но для этого сайта он определенно нужен, потому что он максимально неудобный и некомфортный. В нем легко запутаться и сбивается все. Время сейчас 13.28. Следующий маршрут в 13.41. Если раньше это обсуждали вечером у подъезда, сейчас то и дело пишут в соцсетях. Ведь действительно обидно за бесцельно потраченное время. Прибежать на остановку в 6 утра и еще полчаса ждать первый автобус. Хотя по расписанию он должен приехать в 6.15. Или ждать его около полуночи, но так и не дождаться. Так летом пассажиры только опаздывают на работу. А вот зимой люди вынуждены мерзнуть более получаса, из-за чего оказываются на больничном. Проблема такая в том, что обычно автобусы идут по очереди. То есть у них нет стабильного какого-то расписания. Я не ориентируюсь по этой остановке. Я вообще в общем... Если по расписанию они должны приезжать на остановку каждые 15 минут, то в реальности их нет по 40-50 минут. Мы на остановке, на удивление, прождали намного меньше. Ну, время 13.41. Автобус, собственно, приехал вовремя. Поэтому берем с собой масочку и едем по своему маршруту. Наша остановка Мупад. Здесь о проблемах с ожиданием транспорта давно знают. Да, действительно случаются задержки по расписанию, по маршруту движения маршрутных автобусов. Но связано это с тем, что, как говорится, и пандемия и нас не обошла стороной. Некоторая часть водителей уходит на больничные листы. Поэтому в текущем положении диспетчеру приходится подготавливать оперативный интервал. Естественно, он не совпадает с временем, которое обозначено на остановочных комплексах. По городу курсируют 53 автобуса, их обслуживают 86 водителей. Причинами сбоев могут стать дорожно-транспортные происшествия или поломки. Свою роль играют и строительные работы на дорогах города. Начальник службы коммерческих перевозок показал нашей съемочной группе и работу диспетчерской. Здесь работники в режиме реального времени отслеживают маршрут автобусов. Если у человека, допустим, не телефон, а последние модели смартфона, их называем, и она в оперативном порядке смотрит на какую остановку, уточняющий вопрос, и говорит, через сколько у нас может подъехать тот или иной автобус. И если у нас где-то получается сбой, он нам тоже об этом сигнализирует. Сейчас на каждую машину поставлен маячок, с помощью которого информация о движении моментально попадает в диспетчерскую. Здесь специалисты ежедневно составляют отчеты. Выполнен рейс или нет, с опозданием или вовремя. А в конце месяца передают это все в контрольный отдел. Тут с особым пристрастием следят за соблюдением первых и последних рейсов. Если ваш маршрут сильно задерживается, то звоните в диспетчерскую. Там вам скажут, сколько примерно ждать автобус. В планах руководства обновить и сайт, сделать его более доступным.